День отца – это важный праздник, который напоминает о значении отцовской любви и поддержки. В России он отмечается в третье воскресенье октября. Геннадий Анатольевич Поляков – пример заботливого отца. Родился и вырос в селе Натырбово. Впервые испытал радость отцовства в 1983 году. Его профессиональный путь разнообразен. Он работал на заводе по производству картонной тары, в электросети, даже участвовал в строительстве Олимпиады. Однако для него семья всегда была на первом месте. Первый раз отцом встал в 1983 году. У меня родился старший сын Сергей, и я служил на флоте. Первый раз я своего сына увидел, когда ему было плода, и я прошел первый раз в отпуск. Потом три года службы прошло, демобилизация, и через год родился второй сын Вячеслав. Они росли, в четыре года у них разница, они росли вместе. Все до сих пор дружат. Поэтому горжусь я своими пацанами. На вопрос, что для вас значит быть отцом, Геннадий Анатольевич отвечает. В первую очередь ответственность. Ответственность за детей. Они-то уже взрослые у меня. Старшему Сергею уже 40 лет. 41 год будет в декабре, 4 декабря. Младшему, так называемому, 36 лет. Уже взрослые ребята. Один уже сам стал отцом, я стал дедом. Поэтому я считаю, что, наверное, все-таки самое главное, чтобы мальчишки выросли мужчинами. Это главное. А по жизни они пойдут каждый своим путем. Поэтому пусть, я считаю, что детей надо воспитать и отпустить. Пусть они растут так, как они сами считают нужным. Но если изначально поставили их на правильный путь, я думаю, что они с этого пути не свернутся. У Геннадия Полякова трое сыновей, которые сейчас служат в зоне специальной военной операции. Отец гордится их мужеством и решимостью. Как вы стараетесь проводить время со своими детьми? Ну, сейчас уже с детьми сложно проводить время, потому что они на ИСЛО находятся. Но когда приходят в отпуск раз в полугода, значит, обязательно видимся. Обязательно дома шашлыки, все остальное. Собираются гости, собираются во дня. Фотографируемся. С внуком, да, с внуком побольше времени проводим. Приезжаем, почаще они приезжают. Какие важные уроки вы хотите передать своим детям? Не потеряться в жизни. Жизнь – это самый большой урок. Потеряться в ней очень легко. Но я не хочу повторяться, но я просто хочу сказать, чтобы мальчики выросли мужчинами. Более пяти лет Геннадий Анатольевич работает заведующим на Тербовским специализированным жилым домом. Проявляет заботу о жильцах, за что получает положительные отзывы. Поляков Геннадий Анатольевич, у нас директором, очень хороший, отзывчивый человек. Всегда приходит на помощь. Если где-то кому-то трудно, помогает всегда, участвует в какие-то мероприятия. Всегда вот мы здесь в сад посадили с его помощью очень хорошо. Где-то цветы, где-то вот что-то поломается. Всегда он готов прийти на помощь. Всегда это очень хороший, очень отзывчивый и гостеприимный. Я хочу сказать несколько слов о нашем коллективе. О нашей коллективе, я имею в виду тех людей, которые проживают здесь. И о нашем заведующем. Заведующий Геннадий Анатольевич, я хочу сказать, что он очень отзывчивый. Он нас всех уважает, помогает. Когда бы его не позвал, какую-то помощь оказать, он оказывает. Ну, что могу еще сказать. Мне лично здесь очень нравится. Здесь спокойно, тихо. Никто никого не тревожит, ничего никто не заставляет. Сам человек по своему здоровью, по своему времени, по силе возможностей проживает. Все у нас очень хорошо. В заключении нашей беседы Геннадий Анатольевич отметил, что любовь, терпение, понимание и готовность поддержать детей – это основа крепких отношений. Хороший отец – это понятие растяжения. Жизненные ситуации бывают разные. Поэтому хороший отец, я считаю, это тот, который в любую ноту может прийти на помощь детям. Подсказать, помочь. И в то же время на клич отца дети должны приехать помочь, если они не находятся рядом, родственные души и взаимопонимания между родителями, особенно с сыновьями. Потому что сейчас идет речь о сынах, о ноту-чьих. Я, например, молюсь за них каждый день в надежде, что они вернутся домой живыми, здоровыми, целыми, что закончится это слово, наступит мир, и все будут жить так, как жили до этого. Ну, вообще пусть женятся, и чтобы внуков тоже уже были. Были внуки. Очень хочется.